Здравствуйте, друзья! Меня зовут Федор. Добро пожаловать на мой канал и в данном выпуске рассмотрим интересную карточку в ПУПК с моим боевым товарищем Павлом Архоумом. Соответственно, наша любимая карта не пустыня, а именно постсоветский островок. И высаживаемся мы в район Сужарково. Катка достаточно интересная, это дуо, соответственно, новый патч, сервис 1.0. В данном реплее мы рассмотрим, как события развивались. Мы высаживаемся в отдаленные дома около Жакова, анализируем ситуацию с своим товарищем. Провожу, скажем так, тактику по стелсу, то есть это тихий лут без махача. Данный, как бы, запись я взял в стрим, у нас на стриме на твиче присходил данный бой. То есть мы, по сути, фанялись, играли несерьезно, но вот данная карточка показала то, что наши командные действия достаточно неплохие. Итак, по-быстрому лутаемся. Немножко вот быстрый ход событий, чтобы это не смотреть. Закуп достаточно унылый. Мы видим то, что с нами из шестой команды Гуки рядом где-то в жарком тусуются. Их стоит запомнить. Но это на реплее. Так-то мы в жизни не знаем кто где. Видели отдаленно. И, конечно, потихонечку к мосту. Передвигаемся. Соответственно, не получается запрыгнуть. Вот. Еще механику так притираюсь. Нахожу топ-УВМку. Найс. Весов особо немного. Мой напарник, Павел, получается, приставляет мотоцикл, чтобы особо падения с холма не было и тоже продолжать мапутацию. И происходит самое интересное. Это аэрдроп. Именно. И из-за чего данная катка стала достаточно такой потной, скажем так. Я замещаю аэрдроп. Мой напарник прикрывает меня с крыши. И, как-то, ситуация накаляется, дамы господа. Почули вкус топ-1. В тот вечер у нас пока еще не был топ-1. Как бы захотелось нам перехнуть мастерством на европейском сервере. Прошу вас заметить. У меня азиатский хлам. Где много сейчас ботов, не пойми, кого это я. Самый настоящий европейский сервер, где приходится воевать и потеть. Также, с другой стороны карты. С другого берега гадкий. Еще один дуо подходит. Они меня, мне кажется, не замечают. Вот. Палят аэрдроп, но у меня лодки ни черта нет. Поэтому это... Мои шансы как бы возросли. Вот. Нет такой сильной конкуренции. Мне никто не поливает. Так, я потихонечку плыву. Ныряем, как говорится, чтобы меня особо не палили. Потому что особо лишнего внимания я не хочу к своей персоне. Анализируем ситуацию. Зона играет нам на руку. Это вот два аэродропа. Видимо, все упали в воду. Но один, мне кажется, уже подобрали. Я вам скажу, почему уже ближе к концу. Итак. Вид наших соперников, которые занимают уже дома. Ключевая точка — это преодоление моста Георгуполь. Не ошибся, не гадко, как Георгуполь. Вот. Соответственно, через Георгуполь нужно перебираться как-то. Потому что из зоны видно, что стремится туда. Итак, что мы имеем? АВМчик, третий рюкзак, Х8 прицел. Закуп достаточно неплох, неплох. Так, мой напарник. Браво. Георгуполь спускается с крыши, получает урон. И его задача — прикрыть мне спину, потому что гуки уже рядом. И вот на Оазе два гука, которыми, забегая вперед, будет у нас мощная стычка. Прострел ведет Павел. Нанес он, может быть, даже немножко урона. И, соответственно, гуки тормозят, чтобы справиться за раздолбанным КАМАЗом с прицепом. А другой — хитрый гук, где палатки затаился. Хитрые гуки заняли позицию. Ситуация крайне напряженная. Еще неудобно расположение камней. Приходится плыть, чтобы меня гук не простреливал. Еще надо на эти камни как-то забраться. Зона еще поджимает. То есть ситуация не то, что патовая, но... Как бы мы почувствовали, что нужно двигаться. И еще мы видим два гука, которые тоже стремятся нам в спину. То есть что делает Павел? Павел идет, рашит по мосту, чтобы занять позицию для контратаки. Его уже потихонечку начинает чувак из шестой тимы прессовать. Который достаточно неплохо орудует оружием, грубо говоря, с миника. Тем временем я двигаюсь координатам на мосту, чтобы поддержать нашего Браво. Медленная Альфа ползет, грубо говоря, к машине, чтобы занять позицию и вести полициальный снайперский огонь. И попадает напарник в бошку. Практически снимает шлемак одному из гуков. Но он лечится, у них много аптечек. Также у меня гук прописывает хорошенько. Играет чувак крайне ровно, только ногу высовывает. И с ВМ мы сейчас особо не игрок, к сожалению. Заметьте момент. Кто у нас сзади? Сзади гуки. И мы их принимаем, принимаем! С Павлом просто их приняли по-тихому. Еще два фрага. Достаточно неожиданно было. Спред лег достаточно хорошенько. И мой напарник меня поддержал. Просто рев был тогда на стриме. Уцеливаем ноги. Стараемся как-нибудь поднажать. Но враг забаррикадировался и зона поджимает. Надо что-то делать. Ситуация такая, что нужно идти по ходу ва-банк. Итак, что же будет предпринято? Потому что соперник выжидает. Тактика его достаточно такая. На стамину. То есть мы не продержимся под зоной. И он это знает. Зона уже рядом. И Павел начинает движение. Браво начинает прессовать гука. Брать огонь на себя. Чтобы я его со снайперки взял. Он принимает на грудь. Нехило кажется, что пуль. Но выживает. И Павел отлично просто работает. Отлично работает по другому гуку. И при этом я бегу за мотоциклом, чтобы подобрать его. Ситуация такая, что Павел остался один без прикрытия. Архолский падает. У меня есть гуки, да! Гуки! Я на мотоцикле просто... Два бока и тараня, ублюдка! Просто два гука! Черномазых улетает. Косоглазых, вернее. Улетает в мир иной. Быстро хились, чтобы не сдохнуть под зоной. Она не самая жесткая. Слава богу. Посмотрите, как это было Просто он не знал, что его убило Это было бонзай Бэм Классно Гук понял, что Не надо как бы с русскими Шутить, грубо говоря Это чревато Последственно Бегу за мотоциклом На меня орёв мата, что я бросил С своего напарника, переключаюсь на пистолет Чтобы быстрее бежать Моя босая альфа Прибегает, чтобы поднять Браво Два чарли уже кормят червей Нет времени их облутать Это был один из самых крутых киллов В моей карьере Игрока пубга Если честно, просто мотоциклы двоих запушить Бежим за уазиком Который стоит, потому что он всё-таки Поважней Принимает снотворное Витамины мой напарник Мы двигаемся дальше Тем временем Переключаемся на другие команды Они занимают дома Ситуацию Статус-кво На их стороне, можно сказать Группируемся Ну мы Тёртые калачи С моим напарником Мы как бы Псы войны Уже проходили Такие катки На бете Когда нас Группируем И не такие щенки Прессовали Как тут Ни в одну онлайн игру Играли Групп говоря Люблю это выражение Групп говоря Как бы Так что я буду его использовать Оно придаёт солидности Моя речь Вбегаем В этот дом Быстро Чекаем ситуацию Куки По прежнему Повсюду В домах Но мы этого не знаем Поэтому играем Спокойно Народический характер Выдерживаем Тактический монофарник Браво Разведывает ситуацию Я же Человек Который будет Скажем так На вторых ролях Как написано Топпи Чекаем ситуацию Здесь Все таки Драгов нету И Потихоньку У нас Ситуация такая То что Партия подходит Цейпноту 12 команд 21 живых Круг уменьшается И это уже Финальные Пару кругов 2-3 круга Которые решат Кто получит Курочку на обед От полковника Сандерса А кто Уйдёт В обе ни с чем Итак Группируемся В этом доме Напарник занимает Первый этаж Соответственно Двери обязательно Закрываем Не уверен Что нас видели Идём на второй этаже Никого тут нету Группируемся В окнах Подбираем Энергетики Пригадится нам Потому что Будет игра на стамину Везде идут Перестрелки Мы занимаем Более такой Дефный вариант Развития событий Чтобы особо Не страдать Грубо говоря Ближним боем Потому что Навыки Не очень А на дистанции Затащить можно Прострел пляжа Там Бук сидит Где-то В гараже Его особо Не видно Самый опасный Это был Конечно За деревом Видно Что он с авердропа Хорошенько Так закупился Сильный гук Скажу Саввэм Я не очень мастер Прицельной стрельбы Так что Это считайте Второй или третий раз Когда вообще Я в руках Удержу слот Именно В кубке Попадаю нехило Но парень Убежал То есть ему повезло Гук убежал За дерево Давайте посмотрим Как драга 52 Отскочил Видно что Лут у него Неплох Броник Третьего уровня Был швен И он убежал За холм То есть парень Явно Сайдроп Что-то поимел Потому что От АВМа В грудину Только третий Броник По-моему Спасает Ну плюс Еще конечно Бусты у него Были Но это конечно Мог бы быть Кил Но расстояние И броня Были на его стороне Это уже не Ваншотная винтовка Как раньше Экономим патроны Потому что Новые Их особо Не много Круг сужается Пока Удача На нашей стороне И просматриваем Ситуацию Снова Тот Драга Которым У меня Личные счеты Грубо говоря За деревьями Я его замечаю Напарник У меня тоже Какой-то Полудох И его Сепки Кладут Выцеливаю Жив Четыре команды Семь живых Вернее И кладу я Этого Гука Посмотрите Как упал Как тряпичная Кукла Повторчик Стрягал Пальхоу И Бэээм Похоже У нас Курочка На обед Браво Литаки 6 человек В живых Ситуация На пляже Крайне Агрессивная Машин Неизвестно Будем Лим Боксмастер Кушать Со Сладким С Кислотным Солосом С трипсами Либо нам совсем уже каюк запушит, как у настоящих нубов. Мы тёртые калачицы с твоим напарником. Не ходим, конечно, тупо один. Не Шрауд мы там, не Фагвет, не прочие клоуны кубка с миллионами подписчиков на стримах, на стримах твича. Ну и не отчаянное днище. У нас настоящий Battle Royale, две команды, четыре живых человека, самые хитрые. И они начинают нас обходить. Видно, что походу у них связь есть. Начинают нас брать в клещи. Особенно хитрый гук под ником 16M42. Заметьте, Epic Shroom, вот этот гук идёт справа, а другой гук слева. Как мы стоим на месте, совершенно их не видим. Но палим в холм. Гук из-за дерева. Начинает работать она. И тут я его по запаху просто вижу, что слышу, просто вонят и черномазая, точнее желторотая, лезет. И как бы, Напалм, получи, Epic Shroom. И он падает. Джонни, это аромат победы. Я чувствую Напалм. Ещё против вьетнамцев не имею. Как бы нормальные ребята, наверное. Но это чисто театральное искусство для данной записи. Так что не берите насчёт, ребят. Epic Shroom убит гранаты от Пала. И его напарник понимает, что нужно пушить. На согнутых горячиках. Из своей ловушки. Этот гук хочет меня принять. Я не понимаю же, где он. Я думал, он будет так, от стороны холма. Мы были сосредоточены на этой фокусировке. Но тот гук на 12 часов начинает меня активно работать. Забегая за дерево. Зона его поджимает. И браво. Просто героическим спредом убивает Эмпа. Гук упал. И два боксмастера. Пожалуйста. Картошка фри. И пара стрипсов. Сегодня мы покушаем курочкой, ребята. С вами был Фёдор. Спасибо, что были на таком юмористическом подкасте. Обзоре. Одно из смешных наших каток. Спал вольхом в пупк. Добра и мира вам, друзья. А также потных каток.